Девушки отдыхают Челябинск благоухает ароматом со звучным названием «трактор». Не менее суровые минские мужики копают картошку. Накопали в этом году с лихвой. А что с ней делать, не знали. Но вдруг осенило... ЧИП! Ау! Ммм, пальчики оближешь. Грибы со сметаной, красный икра, сыр сливочный. Минская «Динамо» постаралась и выпустила чипсы на любой вкус. Но этого мало. Нужно еще на рынок продвинуть. Предлагаю вам наш вариант рекламы. Что у тебя в сутке? Это чипсы «Динамо Минск». Грустящие, битские, густятинка. Чипсы «Динамо Минск» заряжают и позволяют работать дольше. Намного дольше. Чипсы «Динамо Минск» сделало их непобедимыми. Но любовь зла. Вот что с ними станет, если они не заменят калорийные чипсы полезным натуральным продуктом «Динамо Минск». Сосиски готовы. Или, например, Александр Овечкин. Этим летом он сильно поправился. Потом еще оправдывался. Мол, когда сидишь, живот свисает. Но скрытые камеры все зафиксировали. Может быть, Ове пора уже возвращаться на родину, в родную КХЛ. Здесь-то его посадят на белорусскую картошечную диету. Поняв, что похудение ему не грозит, Александр откармливает соперников. Три пицца, два чипсика, два митра, шесть пепси. Мой имя? Сидни Крозли. Но ни одной овцой богата Россия. Андрей Аршавин, например, тоже любит чипсы. Правда, опять не те. Эх, ел бы Андрей чипсы «Динамо Минск». Может, и не стал бы антигероем английской премьер-лиги. Не смейся, Андрюша, лучше пример с белорусских хоккеистов бери. У них-то дела в горы идут, не то что у тебя. Но остается вопрос, кто же станет лицом рекламной кампании продукта «Динамо». Может, Либор пивка, под пивко-то чипсы в самый раз, но идеальным пиар-ходом было бы выбрать на эту роль президента Белоруссии Александра Лукашенко, заядлого любителя хоккея. Чипсы «Динамо Минск» и пусть весь мир похрустел. Пиво, чипсы, что дальше? Может, докторская колбаса? Вы спросите, при чем здесь колбаса? Все просто, у нее юбилей, 75 лет. Почему бы по такому поводу какому-нибудь мясному клубу не выпустить свой брендовый продукт? Когда я стала едой, то поняла, что нравлюсь себе. Да-да, я очень, очень себе нравлюсь. Это талия. Посмотрите, я долго работала над ней, и я думаю, что из-за того, что у меня такая прекрасная талия, я так хороша. Кого в КХЛ больше всех колбасит? Конечно же, Спартак. Команда сменила менеджерский и тренерский состав, но все равно продолжает проигрывать. Иногда неприлично крупно. Может, дело в неправильном питании? Актер, шоумен, ну и просто мистер вселенной Александр Невский знает толк в правильной еде. Я всегда советую не голодать. Есть меньше, но чаще, маленькими порциями, 4 раза в день. Да, не истязать себя ничем. Другое, что если хотите набрать вес, больше куринок грудок, а хотите сбросить мучной сладкой, только тогда употребляйте по выходным. Наш следующий герой предпочитает здоровую пищу. И в Москву он приехал рекламировать не продукты питания, а новый фильм. В свои 47 он выглядит как минимум на 30. Подтянутый живот и жизнь удалась. Под давлением звезда Голливуда Марк Дакаскас. Я бы с удовольствием поиграл в хоккей, но никогда не делал этого. На Гавайях никогда не было возможности. Там нет льда. Я был на некоторых хоккейных играх. Думаю, это потрясающий вид спорта. К тому же это отличная тренировка для здоровья. Как и в России, люди в Канаде очень страстно любят хоккей и следят за ними. Это очень весело и здорово. Когда я снимался в телевизионном шоу в Ванкувере, посетил несколько игр с участием Ванкувер Кеннекс. Я смотрел фильм «Возвращение на Олимпиаду». Там Америка играла с вашей командой. И хоккеисты там показаны такими, какие они есть на самом деле. Ведь всем известно, русские отличные хоккеисты. У вас великолепная команда. Никаких сомнений в этом нет. У меня трое детей. Мой девятилетний сын, как мне кажется, очень талантлив. Он увлекается футболом. Причем не американским, а именно сокером, как этот вид спорта называют в США. Я люблю смотреть, как он играет. Меня это увлекает. Также люблю теннис, потому что это любимый вид спорта моего второго сына. А что касается меня, то дают и себе знать родные места. Я люблю серфинг. На Гавайях это очень популярно. Москва великолепна. Потрясающая архитектура. Вкусная еда. Что касается выпивки, то я вообще не пью. Но в России можно себе немного позволить... Ну, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть бодка. Александр Невский пригласил меня в Москву, чтобы я провел здесь курс лекций о фитнесе, кино и боях смешанного стиля для молодежи. Приглашение было очень своевременным, ведь только на прошлой неделе я закончил работу над новым фитнесом. Сейчас у меня несколько свободных недель, и вот я здесь. Уже, наверное, в седьмой раз. Это всегда интересно. Как быстро и безболезненно похудеть? Все диетологи твердят одно – меньше есть. Но как? Говорят, аппетит снижается во время жары. Правда, возникают другие аномалии. Прощай от всех вокзалов, поезда уходят в дальние края. Мы жили бедно, а потом нас ограбили. Ростислав Чадо свободен, как ястреб в небе, так и не услышав свой адрес что-то вроде «Чудо Чадо» или, например, «Чунга Чадо». С умскими ястребами соотечественник бравого солдата Швейка давал неплохой результат. На третьем месте при нем команда шла. Но этого оказалось мало. Оборонительный хоккей не для мячей. В авангард с родины Санта-Клауса возвращается старина Райма Сумманян. Так что растапливайте финскую сауну, господа. Во время серии послематчевых буллитов московского «Динамо» и «Витязя» врач Чеховцев с такой же легкой фамилией, как «Майонез Кальве» Спасов Коцкий, видимо, пытался воспользоваться силой Анатолия Кашпировского и Алана Чумака. Надо еще проверить, можно ли по регламенту соревнований КХЛ применять такие способности. Не у всех клубов лиги такие народные целители есть. Рубрика «Аномальная жара» выдвигает три версии, о чем мог думать Спасов Коцкий во время своего спиритического сеанса. Возможно, Эскула решил, что «Витязи», как танки, грязи не боятся. А может, ну, чтобы отвлечься о другом виде спорта, думал. Ну, или мыслями был где-то вообще далеко от России. Наш пострел везде поспел. Российский нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Артем Анисимов отпраздновал гол в ворота Тампе Бэй воображаемым выстрелом из клюшки по вратарю Лайтингс. Наверное, парень является большим поклонником видеоигры «Контер-страйк». Своим выстрелом Анисимов прилично разозлил игроков «Молнией». Получился «Контер-страйк» на льду. Теперь о погоде. Минск встретит «Витязей» хрустом свежих чипсов. Ответит ли ураганный Андрей Назаров хрустом очередной связки клюшек? Увидим. Наш прогноз – 5-2. Ну, а на скамейке штрафников – 15-101. И снова рижский циклон накроет попорот. После посещения баров словацким болельщикам привидится счет 3-2. Но все закончится на последних минутах третьего периода. 2-4 в пользу «Динамо». Не надо печали. Вот этих всех слез – это всего лишь погода прогноз. Вот такой прогноз. Но не забывайте, метеорологи иногда тоже ошибаются. Хорошей вам хоккейной погоды. До встречи.